Какой большегрузной техники работать на объектах Алроса? Уже не первый год этот вопрос стоит перед специалистами компании. В настоящее время в автобазе технологического транспорта предприятия начались промышленные испытания нового автомобиля «Вольво». Ирина Балкова подробнее. Скания, Тонар или Вольво. Какой все же автомобиль будет вывозить руду с Верхнемунского месторождения и трубки Зорница? Специалисты Алроса в поиске решения. Очевидно одно. Работающий при низких температурах с наименьшими издержками с учетом специфики местных технологических трасс. Ранее предлагалась большегрузная техника Скания. Однако, несмотря на все пожелания специалистов Алроса, автомобиль часто находится на ремонте. Покрышки не выдерживают особенности технологических дорог. Скания не оправдала наши надежды. Машина часто ломается. Поэтому за эти два с половиной года, проведя анализ работы, мы видим, что со Сканией очень много проблем возникает. Как альтернатива были предложены полуприцепы российского завода-изготовителя Тонар с тягачом Скания. Обслуживание, хорошее обслуживание. Нормально у нас специалисты обслуживают машину. Все делают качественно. В настоящее время на площадку поступил новый автомобиль «Вольво», изготовленный по специальному заказу компании с учетом всех замечаний. Грузоподъемность 90 тонн. Более мощный двигатель, более мощная трансмиссия. Ну и будем надеяться, что она покажет себя неплохо в этих испытаниях. Если судить по первой машине «Вольво», она показала себя неплохо по сравнению со Сканией. В конце месяца ожидается прибытие на площадку тягача и еще одного полуприцепа российского завода-изготовителя Тонар. Так что испытания продолжаются. Выводы пока делать рано. Как говорится, все узнается в сравнении.